так всем привет дорогие друзья на связи штаб агрового спецназа и бесферный связист ван создатель точнее ну да на этот раз создатель и батарон должен быть всяких шутеров так и так далее и как вы догадались по названию видео и по меню я вернулся в бесконечное лето я разобрался в плане настроек оказывается там нужно было чтобы открыть окно менюшки чтобы там загрузиться или сохраниться нужно просто провернул повернуть пальцем вверх провести пальцем вверх и как вы видите я в который раз дошел до места где я остановился последний раз именно если кто забыл мы у нас было такое то есть у нас был первый день в лагере то есть первый обед там и так далее ульянка у нас там отнимала котлету там подшучивал над нами и в результате чего было было у нас ночное свидание со славей в столовой белки как говорит олег брэйн то есть даша брэйн булки кефир и рок-н-ролл я конечно называть так игру не буду то есть так блэсплей назвать не буду и серию тоже я по-другому назвал там погоня за котлетой булки кефир и ночное свидание что-то в этом духе давайте продолжим мы я остановился на тем что мы что мы после свидания так сказать после ужина своего вернулись к ольге дмитриевне в домик чтобы начать спать чтобы посмотреть да конечно на мгновение я задумался вот это не против она как-то странно посмотрела на меня сейчас минутку в его взгляде смешались удивление что-то вроде обиды минутку пионеры должен уважать старших так сейчас настройки скорость текста лучше выключим скорость пионер должен уважать старших так тогда не той час настройки так во время перехода мы выключим скорость поставим такую так стой 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 что ж такое наверное там успели но пристально посмотрела на меня на такого взгляда раз крылся и бы и не фрил выкован из самых глубоких подземельях лучшими мастерами гномов что я это что-то не так-то от обиды непонимания перешел на тон выше просто надо вызову называть на вы нет конечно в этом лагере много странного но эта девушка в лучшем случае на пару лет меня старше а возможно и даже младше но я решил не спорить хоть еще пару минут назад язык не повернулся на звук пожатого особенно взрослой надо признать что другим крутым характером ее природа не обделила да и с любым характером в моем положении спорить не пристало как скажете променнул я как-то лучше вот так и должен вести себя порядочный пионер а теперь спать по правде говоря и не хотел становиться непорядочным не беспорядочным пение не даже стахастическим да вообще пионером становится еще вчера мои планы никак не входило ну ну а какой у меня выбор не хочешь заставим кажется именно этим девизом планировали руководство планировал руководствоваться Дмитриевна я лег закрыв глаза и то и тогда понял что за весь день смертельно устал в голове что-то ужасное стучало как будто извилин начала ночная смена однако они похоже больше были настроены на выпуск стали прокатая чем на работу с тонкой электроникой перед глазами пролетал автобус площадь площади памятник столовая полный пионеров эхидное лицо ульянки славя лены даже вспоминания болезни вызывают какие-то уж очень отрицательных эмоций а что если здесь надолго не снился сон казалось я нахожусь в каком-то вакууме а вокруг пустота не только вокруг я единственное существо во вселенной как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом и вот что-то должно было произойти и вдруг я начал слышать голос слов не разобрать но он показался незнакомым волосы что-то нежно нашептывал как будто убаюкивая тут я понял это был голос той незнакомки из автобуса той девушки из моего сна что она хотела мне сказать кто она я проснулся яркие лучи солнца били в глаза итак продолжаем яркие лучи солнца били в глаза время приближалось к полудню и не употянувшись и земнув я начал вспоминать вчерашний день за несколько секунд все его события пронеслись перед моими глазами автобус в лагерь местные обитатели но ведь все не так неправильно не так неправильно ни эта ситуация не мое положение они неправильные априори а мое отношение к ним ведь я вчера просто заснул здесь а до этого мило беседовал с местными пионерами даже умудрялся шутить но так можно ну как можно себя так вести в подобной ситуации я же должен бояться шарахаться от каждого шороха избегать любого контакта с потенциально враждебными существами все события прошедшего дня словно золо клоп похмельной дымкой это очень похоже на утро после хорошей пьянки естественно не предусудительно в высшей степени нормальное поведение утром становится кошмаром гротеская гравюра из иллюстрации божественной комедии да все именно так однако прошлого уже не вернуть хотя возможно оценив обстановку где действовал по ситуации я гляделся по сторонам пытаясь понять не забросили меня куда-нибудь еще но домик Ольги Дмитриевны выглядел так же как и вчера все было как будто на своих местах разы что на спине кровати висела пионерская форма я с недоверием покрутил ее в руках примерил и оделся все равно это лучше чем ходить в зимней одежде посмотреть бы теперь на себя наверняка выгляжу как клоун а для этого нужно зеркало хотя бы самое маленькое нашлось одно на дверце шкафа твою я взглянул на новоиспеченного пионера и аж отпрыгнул в сторону от неожиданности на другой стороне зеркала стоял какой-то подросток похожий на меня но не я куда пропали недельные невритые смешки под глазами сутулости смертельно уставшие выражения лица похоже меня не закинули назад во времени похоже меня закинули назад во времени или в параллельную реальность а прошло я просто поменялись с кем-то делами действительно просто такое же на самом не на каждом шагу встречается я приобретелся на концепт внимательный только тогда понял что это я сам только образцы только образцы в конце школы начало института ладно хотя бы так ладно уж человек со стрессовой ситуацией слона и не приметил а вот вожатый обратил внимание и вчера и ночью не отличало за неподобающего обращения к ней к черту вряд ли мой внешний вид влияет на что-то еще если верить часам завтрак уже давно позади ну да ладно попробуй все же столы что-нибудь найти вчера же со слави получилось от этих воспоминаний я нелобко улыбнулся на улице ярко светил солнце дул легкий ветерок прекрасный летний день я уже несколько лет не чувствую себя по утрам так хорошо все проблемы на секунду улетели куда-то далеко растворившись в редких цветах у ростова снега в облаках первого снега в облаках вдруг передо мной словно из ниоткуда появилась Ольга Дмитриевна доброе утро Семен доброе я улыбнулся пытаясь всем лицом показать что несмотря ни на что мое утро действительно добрым было действительно добрым ты только вчера приехал так что будить тебя не стало но завтра это хотя ладно вот держи она протянула мне бумажный сверток судя по мыслиным пятнам это скорее всего бутерброды ой спасибо теперь марш умываться я уже собирался уходить сейчас подожди я уже у меня отцу иду. Ну да, вдруг зацеплю кран и удавлюсь. Ладно, тогда потом. Не забудь про линейку. Карандаш, ручки, линейки. Такие вещи не забываются. Какую линейку? В смысле, какую линейку? Да, нахмурилась. Сегодня же понедельник. Странно. По-моему, подсчетом в воскресенье. Впрочем, смена дней до недели, это еще не самое страшное. Обычно у нас линейки рано утром, до завтрака. Но и сейчас понедельник, поэтому она будет в 12 часов. Не опаздывай. Хорошо, а где? На площади, где же еще? Спорить было бессмысленным. Я направил в сторону помывочной. На отдельный душ, то лет рассчитывать не приходилось, но при виде этого выкидыша, занимающего социализма, причудливые черепахи с панцирем и жестью, множество кранов и кафельным брюшком, мне стало нисколько не по себе. Я не был безобразным человеком, но тем не менее, стоя тут понял, что все же есть какой-то премиальный уровень привычного комфорта, без которого жить мне довольно проблематично. Но ведь, как бывает, тогда теряешь вещи, когда теряешь вещи некоторые, которые всегда казались совершенно обыденными, естественно, понимаешь, что на самом деле они были незаменимы. Да и черт с ним, выбираться все равно не из чего. Вода оказалась просто ледяной. Если помыть руки не составила особого труда, то тут умыться или прополаскать рот, и уже была большая проблема. В пакетике, который дал мне Ольга Дмитриевна, не нашлось зубной пасты. Может, конечно, было почистить зубы и так, но в полотенце была завернута какая-то скругленная коробочка. Зубной порошок. Перелестно. Плюс один за то, что я где-то в прошлом. Внулся я довольно быстро, в том числе и из-за ледяной воды. Кто-то быстро шел, даже бежал в мою сторону. Я обернулся. Передо мной стоял в славе в спортивном костюме. Похоже, эта девочка будет хорошо выглядеть абсолютно во всем. И в пионерской форме, и в купальнике, и, наверное, даже в космическом скафандре. Фейскольт, привет! О-хай, то есть доброе утро, вот. Приветствую, мне удалось выбрать не сразу. Почему на завтрак не пришел? Проспал. Я сказал это так, словно гордился своим достижением. О, но мне Ольга Дмитриевна бутерброда принесла. А, ну, отлично тогда, не забудь про линейку. Да, конечно. Забудешь тут. Ладно, я побежала, не скучай. Она помахала мне на прощение и скрылась за поворотом тропинки. Судя по всему, линейка начнется через пару минут. Стол бы быстренько забежать домой, закинуть пакетик с умывальным принадлежностями, съесть бутерброды и только уже потом идти на площадь. Я распахнул дверь в домик, вожатый, бежал внутрь так, как будто забрыгивал в последний вагон уходящего поезда. Мне кажется, это было не лучшим решением. Посреди комнаты стояла Ольга Дмитриевна и переодевалась. Я застыл, как вкопанный, стараясь даже не дышать. Наконец-то вожата заметила меня. Семен! Я тут же отвернулся. Стучаться надо, теперь вон. Да неудобно получилось. Хотя зрелище мне пришлось по нраву. Через минуту вышла Ольга Дмитриевна. Вот, держи. Теперь это и твой дом тоже. Она протянула мне ключ. Я положил его в карман. Дом. Конечно, если опустить фантазмогорничность происходящего, это лагерь был далеко не самым плохим местом на земле. Но назвать его домом, всего заднего проведенного здесь. Нет ли я смогу сделать даже спустя год. Ладно, пойдем, опаздываем. А как же бутерброды? По дороге съешь. Мы жили вдоль домиков пионеров. Я уплетал бутерброды с колбасами, но Ольга Дмитриевна трещала безумолку. Во-во-во, как трансформатор. На меня не волновал ничего, кроме еды. Понял? А? Ты меня слушаешь? Ты не слушаешь? Простите. Сегодня начинается твоя новая пионерская жизнь. Ты должен приложить все усилия, чтобы она стала счастливой. Да, конечно. Я серьезно. У пионера много обязанностей. На него возложена большая ответственность. Участвовать в общественной работе, помогать младшим, учиться, учиться, еще раз учиться. Мы все тут как одна большая семья. И тебе предстоит стать ее частью. Да, частью. Я готов даже расписаться в Порт-Би-Лике, лишь бы не слушать этот бред. Надеюсь, по окончании смены у тебя останутся самые лучшие вспоминания о нашем лагере. Воспоминания на всю жизнь. А когда смена заканчивается? Что ты постоянно всякие глупости спрашиваешь? Похоже, ответов у нее мне не добиться. Пожалуй, этот мир кажется дружеливным, но вот представиться он так и не своизволил. Возможно, сейчас я отношусь к этому нисколько спокойнее, чем вчера. Как будто у нас с ним гласное перемирие, он не трогает меня, но и меня запрещено давать какие-то липовые вопросы. Конечно, ситуация не из приятных, но что мне остается? Плохой мир лучше доброй ссоры. Самое главное для тебя использовать время, которое ты проведешь здесь с пользой. Я постараюсь. Честно говоря, этот разговор меня сильно утомил. Узнать хотя бы здесь... узнать хотя бы, где это здесь находится. Но... Мы пришли на площадь. Пионеры уже выстрелили в шеренгу. А что, еще не все пришли? Да вроде все. Она кинула с гладом свой бравый пионер-отряд. Ладно, иди становись. Странно. Почему тогда она мне сказала, что больше спальных мест нет? Пока вожатая рассказывала о плане мероприятий, на неделю я осмотрел присутствующих. В паре и человек от меня стоял в Электроник, чуть дальше Лена и Славя. У нас в конце Ульянка и Алиса. Все знакомые здесь. Ольга Дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования и устанавливался на памятник. Генда. Не удавалось вспомнить ни одного революционера с похожей фамилией. Да и поза у него какая-то странная. Как будто смотрит на происходящее с недоверием, может быть, пренебрежением и даже надминностью. Наверное, какой-то местный деятель. О чем мечтаешь? Славя выбил меня из раздумий. Рядом стояла Ольга Дмитриевна. Ты запомнил план на неделю? План? План я никогда не забуду. Вот и отлично. Она посмотрела на Славю. Принесла? Да. Славя протянула мне какой-то листок. Это необходимый лист. Тут четыре позиции. За сегодня тебе нужно везде отметиться. Во-первых, записаться в клуб. Они у нас в здании кружков и отдельно музыкальный. Во-вторых, в медпункт зайти. И в-третьих, в библиотеку. Все понял? Да. Обходной оказался неплохой и с возможной жизненностью, чтобы что-нибудь выяснить. Так как в этих локациях я еще не бывал. Тогда давай начинай прямо сейчас. А как же обед? Ничего страшного. Я тебе еще бутербродов принесу. Обходной лист важнее. Удачи тебе. Они ушли так быстро, что я слова сказать не успел. Пропустить завтрак теперь обед придется. Да что же это такое? Впрочем, может успею как-нибудь. Обед в час. Хотя если я пойду есть, я могу не попасть в какое-нибудь место из списка. Ладно, пока все равно стол руки рано. Так. Общие кружки. Кухня, столовая, медпункт. Так. Давайте зайдем, пожалуй... Так. Давайте, пожалуй, в музыкальный кружок зайдем. Музыкальный клуб. Небольшое одноэтажное здание. Располагалось поодаль от остальных построек лагеря. Не раздумывая, я открыл дверь и вошел. Внутри меня встретил настоящий оркестр. Барабаны, гитары и даже рояль. Некоторое время я внимательно изучил музыкальный инструмент. Хотелось понять, из какого непременно временного периода. Но неожиданно под роялем послышалось копошение. Девочка, кажется, что-то ищет. Она стояла на четвереньках в какой-то пикантной позе. Я не сразу решил начать разговор. Простите. А, кто здесь? Она попыталась скачать, но днище рояль стало для нее еще непреодолимой преградой. Ай. С трудом, но девочка все же выбралась. Извини, что напугал. Да ничего, вижу, у тебя обходной новенький, значит. А, да. Меня Мику зовут. Мику Амигроми, или как там называется. Нет, честно-честно, я никогда не вер... Никогда... Никто не верит. А меня и вправду так зовут. Просто у меня мама из Японии. Папа с ней познакомился, когда строил там. Ну, то есть, не строил он меня инженер. Короче, атомную станцию, или плотину, или мост, ну, неважно. Она говорила с такой скоростью, что половину слов просто проглатывала. А я Семен. Отлично, не хочешь к нам в клуб вступить? Правда, я тут пока одна, но с тобой нас будет двое. Ты на чем-нибудь играть умеешь? Уже в период моего отшельничества я купил гитару, выручил пару аккордов, но потом забросил, как и все, на что требовалось больше нескольких часов. Знаешь, я как-то не планировал особо. Да ладно тебе, я тебя научу играть. Хочешь на трубе, например, или на скрипке? Я на всем умею, честно и честно. Спорить с девочкой мультиинструменталистом бессмысленно, так как в ответ наверняка последует еще одна пулеметная очередь из слов. Я подумаю пока, то есть подумаю, а пока не могла бы мне ты подписать. Да-да-да, конечно, давай. Ты заходи, не стесняйся. Я еще и пою хорошо, послушаешь, как я пою японские народные песни. Ну или, если не нравится, можешь что-нибудь из современных шлягеров. Обязательно. А сейчас мне пора, извини. Конечно, приходи непременно. Окончание ее фразы скрылось за закрытой дверью. С одной стороны, неловко вечером посидеть, повраничать на гитаре, но такой компанией. Я повернулся, собираюсь уходить, столкнулся нос носом колье с Алисой. На нее добрый посмотрел на меня. Зачем пришел? Обходной. Подписал? Да. Свободен. Алиса вошла внутрь, а я поспешу покинуть это место. Так, библиотека. Давайте-ка пойдем, пожалуй, в... Сейчас. Давайте в общие игрушки. Я направился к зданию игрушков. По правде говоря, мне никогда особо не нравилась общественная работа. В школе всегда под любым предлогом пропускал субботники. В институте мне не было ни малейшего желания уступать в студенческий совет. Меня не интересовало секции бокса и моделирование ни кройки, ни шитья, ни шитья. Так что сюда я пришел лишь с целью отметиться. Внутри никого не оказалось. Я словно оказался в... Прилоге юного робототехника. Повсюду валялись провода, нихи, тропланы. В них краски, я бы на столе стояла. Остеллограф. Из последнего помещения, из соседнего помещения послышались голоса. Через секунду в комнату вошли двое пионеров. В одном я узнал электроника, второй же мне был незнаком. Привет, Семен, а мы тебя ждали. Кажется, он знает все обо всех. А чего вы меня ждали? Ну как же, ты пришел в наш клуб кибернетиков записаться, так? Он не дал мне ответить. Знакомься, это Шурик, он у нас главный. А вас в клубе в этом только двое, я так полагаю. Ну, можем считать уже трое. Шурик подошел ко мне, уверенно протянул руку. Его лицо почему-то оказалось знакомым. Добро пожаловать. Ого. Давай я тебе тут все покажу. Ты не стесняйся, располагайся. Да нет, ребята, я вообще-то всегда рада новым членам. Он сказал это так, что в голову у меня неловко заиграл гимн Советского Союза. Увиденно, но все еще понял, Слава в первом классе у меня была тетрадка с текстом гимна на обратной стороне. Да нет, мне бы просто обходной лист подписать. Так ты к нам запишись, а мы тебе подпишем. Он хитро улыбнулся. Я уже подготовился к длинному разговору, как вдруг в комнату кто-то вошел. Я обернулся, увидел Славю. А, Семен, надеюсь, они тебе тут не достают? На строк посмотрел на будущих светилотечного роботостроения. Ну, я их знаю, они могут. Да понимаешь, на самом деле мне бы просто обходной подписать. Хорошо воспользоваться ситуацией. Так это не проблема, давай сюда. Славя взяла листовку, подошла к Шурику. Подписывай. Подожди, мы еще не закончили. Законишь ли? Подписывай. Она посмотрела на него так, что возражать Шурик не решился. Он поставил свою закорючку. И я, поблагодарив Славю, с чистой совестью направился дальше. Думаю, на этом раз мы сделаем перерывчик. Всем удачи и всем пока.